добрый день всем привет из москвы у нас сегодня трансляция из серии встречи с замечательными людьми привет всем кто начинает нам присоединяться я вижу уже по фейсбуку и по инстаграму начинает подходить давайте немножечко подождем я пока напомню вам что это за встречи с замечательными людьми я заимствовал это словосочетание выражения из названия книги георгий иванович гурджиева в которой он описывает свое ученичество где-то на востоке и собирание по крупицам знания то что стало затем после четвертым путем и в каком-то смысле следуя гурджиева я оглядываясь назад на свою жизнь также сейчас рассказываю о тех удивительных встречах с удивительными людьми первооткрывателями духовно-ориентированной психологии включающих себя транспорционально интегральная процессуально ориентированной и все что движется в этом направлении в первой беседе я рассказал о своих встречах и взаимоотношениях со станиславом и кристина гроф во второй беседе я рассказал о своей первой встрече и долгом жизненном пути ученичества взаимодействия партнерства с арни и эми миндель в третьей беседе я рассказал о своем романе с кеном вилдером и погружение в интегральный подход разговорах с кеном издание его книг влияние которое на меня оказал в четвертой беседе встречи с замечательными людьми я рассказал о удивительном человеке основателе и президенте института слн майкле мерфи и тоже о долгом танце по жизни вместе с ним о его удивительной книжке будущее тело в котором он собрал и проанализировал наверное на все самые известные научно подтвержденные факты об удивительных проявлениях человека во всех измерениях и сделал вывод о будущем эволюции человека сегодняшняя беседа посвящена другому удивительному человеку который тоже оказал на меня очень большое влияние я издал конечно же несколько книг это роджер волш знаменитый исследователь и с работами роджера волша я познакомился очень рано в 1984 году прогуливаясь по зубовскому бульвару между мимо известного магазина гуманитарной литературы прогресс я в отделе иностранных книг вдруг обнаружил вот этот томик я показываю вам эту удивительную судьбоносную книжку meditation classic and contemporary perspectives под редакцией дина шапира и роджера волша я ничего не знал тогда роджеры волша но это была первая серьезная книга по медитации по западным исследованиям медитации конечно научным исследованием медитации которая оказалась в моих руках она только что вышла в штатах и по моему один экземпляр какими-то путями достиг советского союза и было выложено продажу вот в этот момент мимо проходил я и конечно же я купил эту замечательную книжку и она на некоторое время просто владела моим вниманием в первой части дается введение в тему затем психология медитации вторая часть различные психологически очень важные аспекты третья часть это физиология медитации вот собственно говоря это первая объемная научная картина того что такое медитация впоследствии когда я стал общаться с грофом учиться на гроф транспорт тренинг я больше узнал оружие волши его удивительной судьбе это блестящий врач он закончил медицинский институт в австралии там же защитил кандидатскую диссертацию по phd там до верни доктора медицины и и в то же время это конец шестьдесятых начало 70-х годов он прочитал несколько выпусков журнала трансперсональной психологии за джонер фоторансперсон сайкологи ну тогда единственного журнала трансперсональные ассоциации трансперсональной психологии и это сыграло решающую роль он понял что его место в калифорнии там где находится центр трансперсональной психологии переехал туда и сразу же влился в самое самое сердце исследований с одной стороны он вел ну обычную профессорскую жизнь был профессором института в ирвинге калифорния маленький небольшой город ирвинг штат калифорния а с другой стороны он проводил мощные исследования первая его книжка была посвящена психологии well-being то есть благополучия того что такое хорошо психологии хорошей жизни так можно сказать в просторечии очень важная тема и очень серьезные научные исследования будучи ну очень рано повзрослевшим очень талантливым психиатром по образованию доктором медицины роджер волш вот со всеми твоими талантами академическими исследователя врача окунулся в самую гущу нового научного направления следующей важнейшей темой была медитация вот эта книга которая чудесным образом попала ко мне в руки но представляете из всех жителей советского союза из всех москвичей 10 миллионов вот такой шанс выпал мне вероятность ничтожна но тем не менее вот это случилось и наверное как я думаю мне страшно везло наверное всю мою жизнь быть в нужное время в нужном месте встречаться с удивительными людьми и вот из этих событий как-то ткалась невидимая нить моей жизни я накапливал опыт накапливал смысл и накапливал энергию для каких-то судьбинных поворотов и толчков и лично я познакомился с роджером волшем чуть позднее когда стенд гроф обратил мое внимание на его работы и ко мне попала книжка дух шаманизма роджера волша в то время я уже начал заниматься издательской деятельностью и через некоторое время эта книжка увидела свет на русском языке в серии книг которые я тогда издавал тексты транс персональной психологии роджер волш дух шаманизма несмотря на то что ну вышли прекрасные книжки на русском языке по шаманизму книжка мир чилиада шаманизм рахаичная техника экстаза роджер волш удалось сказать новое слово и как всегда он основает свои выводы на глубоком изучении первоисточников следующую книгу роджер волша которую я издал это антология по транспорциональной психологии который называется path beyond ego пути за пределы эго такое великолепное собрание текстов именитых авторов книга вышла в середине 80-х годов в америке ну и в 90-е годы я издал ее здесь она дважды издавалась в серии текстом с персональной психологии совместно с издательством открытый мир мы также ее переиздавали и я считаю что это одна из лучших антологии по транспорциональной психологии которая представляет объемно масштабно достоверно основные тренды основные направления основные имена первая личная встреча с роджером волшем состоялась в 2004 году в калифорнии там проходила 16 международная конференция 16 до по транспорциональной психологии и я там выступал мой доклад был о транспорциональной психологии в россии и я представил описал 7 корней российской транспорциональной психологии роджер волш присутствовал на моем докладе очень внимательно слушал а позднее я снял первое интервью с ним на тогда еще на старенькую мини-диви камеру к сожалению камера барахлила достаточно сильно я об этом узнал потом это была не моя камера у меня еще тогда не было своих камер я заимствовал ее у знакомого для поездки и она оказалась с брачком на эту же камеру я записал интервью с рамдасом мне страшно обидно что из-за некачественного звука невозможно опубликовать это интервью потому что оно было удивительным также рамдас выступал на этой же конференции в калифорнии и вот тогда завязались более близкие отношения и с роджером волшем и с его удивительной женой фрэнсис воин которая тоже один из лидеров трансперсональной психологии она выдающийся трансперсональный психотерапевт и выдающаяся трансперсональная муза она была возлюбленная кена вилбера и вплоть до конца своей жизни кен вилбер был другом семьи роджера волша и сейчас роджер является наверное его самым близким самым лучшим другом они часто общаются роджер волш пишет рецензии на все выходящие работы кена вилбера но и является одним из очень важных людей в мировом интегральном движении в прошлом году например он приезжал в венгрию выступал на европейской интегральной конференции последний раз я виделся с роджером ну несколько месяцев назад в калифорнии в лисе море на юбилейные 50 конференции ассоциации трансперсональной психологии в честь 50-летия трансперсональной психологии мне всегда колоссальное удовольствие общаться с ним смотреть его глубокие чрезвычайно добрые глаза и беседовать с ним на разные темы и всегда это очень легко не нужно искать слова не нужно задавать темы беседы течет 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 и выплывает самое важное и я записал интервью для третьего для третьей части своей эволюционной трилогии ну как вы знаете первая часть это танец бесконечности вторая часть это инструменты эволюции сейчас я работаю над третьим фильмом который посвящен самым главным путям развития самым быстрым самым продуктивным которые были открыты опробированы проверены человечеством за всю его историю и я хочу поделиться с тем что узнал я со всеми вами роджер всегда мудро советовал мне в отношении авторов отношении книг его запросто можно было спросить например я направлялся в книжный магазин роджер что сейчас самое интересное он говорил не пропусти книжку экхарта талле и я покупал эту книжку никто в россии тогда не знал об экхарте талле но благодаря роджеру у меня была уже эта книжка и так я издал эти книги и через некоторое время роджер сам прислал мне свою новую книгу которая называется сэншел спиричуэлити в я не мог оторваться от этой книги под заголовок книжки семь практик общих для мировых духовных традиций удивительная книга удивительная тема удивительный опыт как я говорил роджер волш половину времени был академическим профессором и академическим трансперсональным исследователем выступал на конференциях проводил семинары писал книги а половину своего времени то есть полгода каждый год примерно он практиковал практиковал в разных монастырях в разных школах разных религий всех самых известных духовных традициях буддизм суфизм индуизм даосизм все направления всех школ всех мировых религий шаманизм языческие традиции и через 20 лет появилась эта книга обобщающая уникальный опыт роджера волша вот последнее переиздание этой книжки основную мы ее назвали основание духовности семь главных практик для пробуждения сердца и ума я считаю что это шедевр роджера как по масштабу как по объему так и по глубине по сути это книга которая выстраивает мост для диалога всех религий всех традиций как мы знаем человеческая история может рассматриваться как история страшных религиозных войн ну в одной европе религиозные войны между протестантами и католики заняли почти что 30 лет католики мочили гутенготов протестанты католиков все вместе ходили с крестовыми походами на неверных воевали за гроб господин споры и страшные войны особенно между скажем это традиции ислама и традиции христианства традиции буддизма и традиции ислама и так далее не прекращаются и роджер волш дал нам ясная картину того что несмотря на внешние различия религии мировых традиций в их сердце в их основе лежат те же самые 7 практики они общие для всех религий для всех духовных традиций и они делают выполняют одну и ту же работу по пробуждению видение и по путеводительству человека следующего пути какие же это 7 практик первая практика это связано с тем чтобы преобразовать нашу мотивацию укрепить ее вторая практика это развитие энергии развитие эмоциональной энергии эмоциональной мудрости третья практика это нравственная жизнь четвертая и пятая практика связаны с медитациями четвертая практика с концентрацией успокоением сознания а пятая практика с раскрытием пробуждением духовного зрения шестая практика это воспитание духовного ума и седьмая практика это мудрость или дух в действии в книге десятки упражнений по каждой практике предисловие книги написал его святейшество далай лама это тоже но очень важный знак роджер волш продолжает активно работать у него не так давно вышла книга о мировой мудрости это своего рода антологии мировой мудрости кроме того у роджера волша вышла еще книжка о растениях силы эта тема тоже не прошла мимо него как люди которые смотрели мои фильмы инструменты эволюции танец бесконечности видели роджерс в этих фильмах он дал интервью и для танца бесконечности я записал интервью с ним его женой фрэнсис воин у них дома великолепный дом из которого видно калифорнийский залив интервью для второго фильма инструменты эволюции я записал на конференции с роджером и сейчас тоже вот на конференции я записал интервью с ним для третьего фильма я горячо рекомендую вам поближе познакомиться с работами роджера волша через три книги которые я опубликовал через его не опубликованы английские книжки в частности вот это замечательное исследование медитации meditation classic and contemporary perspective она должна где-то быть библиотеках российских и он является одной из основополагающих фигур трансперциональной психологии книжка основание духовности я всегда рекомендую своим студентам в московском институте психоанализа как книгу которая входит в десятку книг обязательных для трансперционального психотерапевта ну что ж на этом все этот эфир более краткий завтра и уезжаю в италии в дзакчин общину там будет прощание с нашим великим учителем чагиалом нам хай нарбу всего доброго вам всем хорошего лета до свидания